МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в кадре Андрей Ефимов, начальник городского отдела адресации объектов недвижимости. Адресная служба знает, сколько улиц у нас в городе, почему большинство скверов и районов имеют народное, а не официальное название, и какие интересные факты специалисты находят в архивах. Сама по себе адресация объектов недвижимости довольно новое направление. Оно, в принципе, по стране с 2014 года. Если говорить о городе Благовещенске, то у нас она началась раньше, в 2008 году. Это и наименование улиц, это и адреса, это и номера кварталов, без которых тоже невозможно осуществлять градостроительную деятельность. Большая часть архивных сведений, потому каким образом было то ли иное присвоенное наименование, или тот или иной адрес, к сожалению, не сохранилось, как бы мы ни пытались найти основнополагающие документы. Поэтому нам пришлось их создать заново, утвердить то, что фактически мы имели. Изначально было 215 улиц, сейчас их 249. Ну, с учетом уже новых принятых улицы, получается, скажем, и плодово-ягодные у нас в районе плодопитомника, и в районе так называемой пятой стройки, о которой, я думаю, мы чуть позже поговорим. И улицы в честь основателей города Благовещенска, это у нас квартал СПУ-5. Если брать эту территорию, она как только не называется. Если брать народные названия, то среди молодежи это Арбат, а среди более взрослого поколения это сквер, получается, правительство. Как бы она ни называлась в народе, нужно понимать, что пока у нее названия нет. Площадь от сквера отличается объемом озеленения. Даже эта территория может быть в какой-то степени площадью оказаться, потому как большая часть ее функционального назначения все-таки для того, чтобы срезать углы, что называется, и иметь большее количество возможностей преодолеть расстояние. В большей степени сквер носит рекреационный характер. Здесь же есть деревья? Да, да. Здесь трудно сказать, что же это все-таки за территория. Она отвечает и требованиям площади, и требованиям сквера, и даже с учетом количества зеленых насаждений, даже может быть в какой-то степени и парком. И здесь грань очень тонкая. Но если говорить о названиях, например, того же сквер Приемухова, то в соответствии с решением Благовещенской городской думы был установлен памятник Приемухову. При этом сама территория этого сквера это название не получила. Что же самое касается и так называемого сквера «Бабочка». Поэтому, возможно, через какое-то время мы будем рассматривать вопрос о присвоении юридического и правильного адреса этим территориям. Совокупность обязательных процедур, которые присутствуют, составляет не менее 9 месяцев на утверждение. Включая публичные слушания, подготовку, документации и так далее. Какое-то время назад все наши школы и садики не имели вообще никакого адреса. Они находились в кварталах и имели адресом или ориентиром просто номер школы. Поэтому зачастую бывало так, что когда потребовалась адресная информация, где они фактически расположены для получения лицензий, они брали номера от рядом стоящих домов, проставляли себе какие-то буквочки. То есть вот такая, вроде бы, казалось бы и простая вещь, как по идее капитальный объект построен и соблюдением всех норм, а адреса у объекта не было. То же самое касается и вот таких территорий. То есть да, мы унаследовали их, что называется, от советского периода, но на тот период времени выделять их как отдельные территории, называть не было необходимости. Это касается и целых территорий. Например, у нас есть самый простой пример, это микрорайон. Мы все прекрасно его в обиходе используем, но на самом деле сама территория и это название никакого юридического значения не имеет. Как нет, например, названия территории Пятая стройка, Астрахановка и другие яркие и всем известные в Благовещенском территории. Складывается такая ситуация, когда мы используем различные картографические материалы, содержащиеся в интернете. Это Двагис, какие-то Google карты, Яндекс. На них начинают появляться самовольные названия. Например, у нас есть улица Харченко и улица Ветрева, которые никогда не проходили утверждения в официальном порядке. Это в районе села Плодопитомник. А люди, видя на карте вот такие надписи, считают, что это официальные названия. Более того, складываются такие вещи, такие негативные моменты, когда застройщики, принося документы, говорят, ну как же, вот же есть улица, почему не Харченко, почему эти названия не используются. И приходится долго объяснять, что на самом деле официально они не были никогда утверждены. И вот эти народные улицы, народные названия начинают приносить больше вреда, чем пользы. В 1986 году все вот эти вокзальные и завокзальные были переименованы в вокзальную, тенистую, тополиную, станционную. Все названия, которые мы знаем, почтовые, перспективные, конечные. Но чуть ранее, в 1964 году, эти улицы предлагалось переименовать совсем по-другому. Здесь предлагались названия Чехова, Маяковского, Гоголя, Лермонтова. Причем Чехова, ранее Кожевины, это, соответственно, уже принятое решение. То есть всего четыре наименования из этого списка получили, вот это вот утвердились. Это Чеховского, Амурского, Ломоносова и Чехова. Далее предлагалось переименовать улицы именами Маяковского, Лермонтова, Тургенева, Репина, Гастелла, Невельского, Паяркова, Блюхера. Но, к сожалению, это решение так и не было реализовано. Невельского это? Невельского, значит, предлагалось переименовать третью за вокзальную. Сейчас это гражданское.